Привет! Сегодня крутая тема, которая интересует всех вокруг. Где взять деньги под бизнес? И сегодня я вам расскажу 7 вариантов, где взять деньги в Дубае под открытие своего личного стартапа. Погнали! Первое – это собственные средства. Это, конечно, ваше сбережение, которое вам удалось собирать, заработать собственным трудом, работая в найме, либо каким-то другим путем. В общем, возможно, что этой суммы хватит именно для старта, запуска первого этапа. Второе – это 3F – Family, Friends and Fools, что в переводе означает семья, друзья, либо дураки. Обернитесь вокруг, загляните в свой телефонный справочник и посмотрите, у кого вы можете взять в долг, либо же кто из вашего окружения может поверить в вашу идею и инвестировать первые деньги в ваш суперкрутой бизнес. Третье – это краудфандинг-платформы. Краудфандинг – это платформа, где вы можете разместить ваш пич для инвесторов и люди, кому это интересно, потенциально могут инвестировать в эквиваленте, который вы укажете. То есть у вас будет не один или два инвестора, это будет группа людей, которая поверила в ваш проект и закидала вас деньгами. Краудфандинг вообще считается одним из самых популярных на сегодняшний день способов привлечения инвестиций. Ниже я укажу самые популярные, которые есть в Дубае. По ссылке вы можете перейти, зарегистрироваться, заполнить пич, нажать «go» и ждать первые деньги. Следующий способ – это кредиты в банках. Но тут есть несколько моментов. Если вы хотите взять кредит под бизнес и у вас еще нет существующего бизнеса, то это будет невозможно в Эмиратах. Минимум два года должно пройти с момента открытия вашей компании, и только тогда банки в Эмиратах, в том числе и в Дубае, рассмотрят вашу заявку. Но вы можете взять кредит в банке, являясь физическим лицом. Но тут тоже есть нюансы, что кредиты в банках выдают только наемным работникам. То есть для того, чтобы получить кредит в банке, вам надо предоставить минимум трех- или шестимесячный банк-статемент по начислению зарплаты, и банк тогда сможет просчитать, какую сумму денег они вам смогут дать. Но, несмотря на все это, позитивным остается то, что процентные ставки в банках Дубая очень низкие. Поэтому, если не остается никаких вариантов, то кредит в банке – это тоже очень хороший способ начать свой бизнес. Следующий вариант, где взять деньги – это заинтересовать ангелов-инвесторов. Кто такие ангелы-инвесторы? Это физические лица, либо компании, которые вкладывают в первом раунде инвестиций деньги в ваш стартап. Взамен, что вы можете предложить – это, конечно же, долю. Это долю в вашем бизнесе. Только вам решать, какая доля это будет. И если вы заинтересуете этих людей или компаний, они вложат в вас деньги на самом первом этапе. Следующий источник для привлечения инвестиций – это акселераторы, либо же бизнес-инкубаторы. В Дубае это очень популярная тема. Здесь очень много открытых спейсов, коворкингов, которые именно заточены на поддержку и развитие молодых стартаперов и новых идей. Они помогут вам правильно начать упаковать свою инвесторскую презентацию и питч. И время от времени они организовывают встречи с потенциальными инвесторами, где каждому из стартаперов выдают определенный промежуток времени для презентации своей идеи. Именно там вы можете тоже найти потенциального человека, который вложит в вас деньги. Что в этом случае придется отдать акселератору или этому бизнес-хабу – это процент за привлечение денег. Здесь он колеблется от 2 до 10%. Следующий вариант – это обращение в инвестфонды для привлечения акционерного, либо венчанного капитала. Это тоже мировой тренд и хорошая возможность протестировать вообще свой продукт, обратившись сразу к профессионалам, которые ежедневно просматривают тысячи предложений. Если они в вас поверят, то считайте, что вы уже успешны. Я обязательно оставлю самые популярные источники ниже, и по ссылке вы сможете к ним перейти. Здесь, в Дубае, именно через такие инвестфонды родились огромные проекты, такие как Карим – это тот же побратим Uber, который был поглощен этим же Uber. Это Sub.com – интернет-магазин, который был приобретен позднее Амазоном. И много других. Так что дерзайте, придумывайте ваши идеи, допиливайте их и идите в инвестфонды за вашими денежками. Ну что, вот вам 7 вариантов, как вы можете привлечь деньги, где вообще их взять. Но помните, самое важное – это ваша уникальная идея и варианты ее реализации. Именно на этом нужно сосредоточиться для того, чтобы все эти люди и компании поверили в вас и принесли вам деньги на блюдечки. Так что дерзайте. Вся информация, все линки я оставляю ниже, где вы сможете перейти, зарегистрироваться и обратиться ко всем этим людям. Если вы знаете еще варианты, как можно привлечь деньги, пожалуйста, пишите комментарии ниже. Обязательно ставьте лайк этому выпуску. Подписывайтесь на канал, потому что дальше будет жарче и интереснее. Оставайтесь с нами, съедобный бизнес. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok